Сильный ли я волнуюсь перед финалом МТА? Ну, я думаю, что нет. Я знаю, что партнеры International Red Bull. И только ради Red Bull я готов вообще без волнений, без проблем выйти на сцену и отыграть на МАКС. Конкретные заволнения лучше играли. Ну, могу говорить только за себя, насчет остальных не знаю. Никто не делился и обычно не делится. У меня часто довольно бывало такое, что в финалах каких-то турниров я очень сильно волновался, из-за этого проигрывал. Допустим, был Red Bull Battle 1x1, также проходил в этой арене на Старладере. И я играл, наверное, полуфинал. Третья игра, страсти на колены, счет 2-2, если не ошибаюсь, до трех убийств. Я очень сильно разверновался, голова выключилась, и я проиграл. И за это долго себя корил. Решафлы перед турниром? Я думаю, что да, такое довольно часто, так как СНГ игроки, они в большинстве в своем очень токсичные. У них очень большое самомнение. Я не исключаю себя из этого всего. И да, какие-то игроки могут прям за день до турнира сказать, я вот с ним играть не буду, никак, хочет либо меня, либо его, и в итоге приходится кого-то хикать. Самых-самых именитых, это меня позвали в Burning Fire Academy, ну, такое, что-то, тир-4, тир-5 команда. Мы довольно плохо, хорошо, точнее, выступали, но у нас одного игрока обвинили в читерстве, хотя он не читерил, и нам пришлось его убрать, так как когда у тебя в организации читер, тебя не позовут в более крупную. Ну, даже если не доказанный читер, но это плохая репутация. Если бы была сборная Украины, то да, конечно, я бы очень хотел играть по первой позиции и представлять Украину. Ну, это все-таки интервью, нужно отвечать честно, поэтому скажу так, в игре «За выход» там было две игры, первая в верхней сетке, вот там, ну, где-то с третьей минуты мы уже не надеялись, что мы играли, потому что все говорили, мы проиграли. Вот, и я думаю, что нам повезло пройти, потому что противники в верхней сетке были не очень сильны. Так, ну, по поводу подготовки, так получилось, что, как я уже говорил, команда собралась за день до турнира, меня позвали, сказали «хочешь?», я сказал «хочу». Мы зашли и сыграли. По поводу первого сезона, я его вообще не играл, но мне повезло, меня позвали в основную стадию, где я играл на замене на первой позиции, но там также ничего не получилось, потому что состав был довольно слабим. Если честно, очень ждал начала нового сезона, хотел собрать какую-то сильную команду, чтобы побороться за главный приз. Все-таки деньги не маленькие, но, как обычно, это бывает, ничего не получилось. По поводу этого турнира и наших результатов, я думаю, что, ну, вот, в групповой стадии мы сможем побороться с некоторыми командами, покажем нашу наилучшую игру. Я думаю, возможно, что чего-то даже добьемся, в какой-то полуфинал пройдем, и, ну, этим можно будет кордиться, подумать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok